Я одно вечно. Мы не услышали Туку, так? Потому что он все-таки говорит как представитель исполнительной власти, парламентарии, они, конечно, трибуны больше, так? Все-таки, знаете, ситуация шизофренична. В чем тут я с Андреем соглашусь? Вот она такая есть и будет. Мы должны первое понять, это не абсолютная война, Первая мировая война, Вторая мировая война, всеобщая мобилизация, тоталитарные диктатуры, которые могли мобилизовать, национализировать, управлять. Того не согласен в тюрьму, в ГУЛАГ, ГЕСТАПО, НКВД и так далее. Нету таких ресурсов сейчас, чтобы такие войны проводить. Второе. Правильно, мы как бы кормим этих террористов. Правильно. Торгуем с ними. А как без торговли жить? Это экономика. Мы что, экономику закроем сейчас? Нам наоборот, экономику надо поднимать. А как ее поднять без торговли? Инвестиции в будущее, да, надо делать. Надо олигархические договорняки, конечно, пресекать. Но экономику надо развивать. Дальше. Мы их кормим. А давайте посмотрим на то. Сбербанк России тут. Так, есть у нас? Есть у нас? Есть. Он же тоже платит налоги. Значит, получается, Сбербанк России, Герман Греф, платит налоги в наш бюджет и финансирует нашу армию. Дальше. Три миллиона наших людей ездят в Россию на заработки. Оттуда привозят деньги. Платят, тратят здесь, платят бюджет, платят на коммунальные услуги, пополняют наш бюджет. Стало быть, финансируют, что? Нашу армию, которая ведет войну против России и против этих людей. Ну, вот такая ситуация. Давайте все это закроем тогда. Давайте не торговать тут. Запретим ездить в Москву и в Россию на заработки, чтобы три миллиона. Для того, чтобы запретить, создать им рабочие места здесь. Так, вы же не создали рабочие места здесь. И не создадим рабочие места здесь. Нет у нас таких возможностей. Вот это все запутано вот так. И так оно и будет. Потому что надо одну вещь понять. Нет сегодня абсолютных войн. Есть войны относительные. Так, война это инструмент политики. Вот это надо понимать. А не политика, а инструмент войны. Как это вы предлагаете.